В 70-е годы позапрошлого столетия на карте Московской области появился новый населенный пункт Голицына, названный в честь княжеского рода, владевшего усадьбой неподалеку от строящейся железнодорожной станции на 41-й версте от Москвы. Так началась история города, о котором пойдет речь в нашей программе. А поможет нам в этом местный краевед, основатель группы Старая Голицына Мария Лобанова. С Марией мы встречаемся на станции Голицына, неподалеку здания, где находится детский центр «Солнышко». В начале 20-го столетия здесь располагалась почта. Здание интересно тем, что построено оно было из бетонного пустотелого кирпича промышленника Цубербиллера. Произошло это в 1914 году. На протяжении всей своей истории, очень долгой, это было здание почты. Построено оно было в 1914 году, специально для этого поселка. Здесь была станция и почта была необходима. Еще мы узнали о том, что построено было по проекту архитектора Павла Александровича Толстых. Это московский архитектор, который прославился церковью Вознесения в Сокольниках. Это самое его известное строение. И вот здесь, в Голицыно, у нас есть почта. К сожалению, его облик немножечко видоизменен. Мы не знаем, какое оно было первоначально, потому что не сохранилось. Пока что еще нет ни одной фотографии. В Великую Отечественную войну в 1941 году, когда станция Голицыно подвергалась большим обстрелам серьезным, на второй этаж был разбомблен прицельным попаданием. И потом он частично был восстановлен, но как было задумано архитектором, мы пока еще не знаем. Возможно, мы сможем когда-нибудь найти проекты, фотографии и узнаем, как оно выглядело. Технологию производства пустотелого бетонного кирпича инженер Александр Цубербиллер привез из Америки. Этот материал только входил в российский обиход. Александр Альбертович Цубербиллер, он ездил изучать технологию. И после этого вот здесь, прямо вот с момента основания поселка, он купил несколько участков, где организовал завод по производству этих бетонных кирпичей. Они очень прочные, они в несколько раз больше обычных кирпичей. И почему они стали пользоваться популярностью, они дешевле обычного кирпича. И у нас в Голицыно достаточно много зданий построено именно из этого материала. И вот сейчас мы пойдем, и мы еще будем постоянно с этим сталкиваться. На меня вышли его потомки, которые здесь живут. У него очень интересная была судьба. Он эмигрировал, Александр Альбертович Цубербиллер. Но его дочка, она осталась здесь. Она была очень известным метеорологом. У нее очень много монографий. И вот на меня вышли потомки. Уже эта дочка умерла. Но вот ее правнуки Цубербиллер, инженеры, они на меня вышли. И мы как-то совместно пытались с ними восстановить историю Голицына и историю их семьи. Собственно, это была запланирована центральная улица, которая вела от станции к центру поселка. Называлась она в те времена Голицынский проспект в честь князей Голицыных. И уже только в советское время была переименована в коммунистическую. Эта улица заселялась в первую очередь, естественно. Она была престижной. И вот скоро мы подойдем к зданию гимназии, которую ведет эта улица. И познакомиться еще с домами, которые располагаются вокруг гимназии. И узнаем их историю. То есть это была, скажем так, одна из главных улиц, да? Это была одна из главных улиц, Голицынский проспект. Как мы знаем, да, у нас все улицы в городе называются проспектами. Вернее, в этой дачной части. Потому что они прямые. И вот на столичный петербургский манер было решено вот так вот по столичному назвать. Земли нынешнего городского поселения принадлежали к князю Голицыну. Большинство занимали леса. Тогда Дмитрий Борисович принял решение построить дачный поселок, Голицынский городок. В период с 1906 по 1910 годы началось благоустройство. Появилась железнодорожная платформа, проезжие и пешеходные мосты, обесинские колодцы и газовые фонари. Поселок был ориентирован на респектабельного жителя. Там была целая теория, как он строился, как строились. Вообще по европейской концепции он должен был такой круговой план иметь. У нас же ровные, четкие прямоугольные проспекты. Видимо, это было связано просто с рельефом местности, что здесь невозможно было построить вот такое. Но, в общем, планировался город-сад. У нас есть документы, договоры купли-продажи еще княжеских времен, где четко прописывалось, например, нельзя было вырубать деревья. То есть можно было построить дома. Причем тоже площадь дома по отношению к площади застройки, она была определена. То есть нельзя было просто размахать там кучу домов. Деревья вырубать нельзя было. Должна была сохраняться преимущественно лесная территория. В общем, такое он долгое время и был, поселок Голицыно. Еще одно строение, возведенное из кирпича Александра Цубербиллера – гимназия Ольги Яковлевой, расположенная на пересечении некогда княжеского и Голицынского проспектов. Ее построили в 1909 году на средства князя Дмитрия Голицына. Гимназия считалась элитной. Это был полный пансион с проживанием. В начале 20 века дачные поселки стали популярными. Их создавалось много в Подмосковье. Но наличие гимназии, причем гимназия очень высокого уровня, оно дало конкурентное преимущество нашему поселку. И многие москвичи покупали участки именно здесь, благодаря тому, что здесь была такая сильная гимназия Ольги Николаевны Яковлевой. Здание было построено в 1909 году. Как мы видим, оно построено из тех же бетонных камней, пустотелых. Инженер Цубербиллер очень гордился этим зданием. Он писал, что оно получилось очень теплое, сухое. С инженерной точки зрения для него это было очень важно. Конечно, мы сейчас не можем представить, насколько оно было симпатичным. Вот немножечко сохранилось вот таких вот кронштейнов. Сохранились кронштейны узорные, которые под крышей еще с тех времен. Вот это остекление также времен князя Голицына. Здесь было красивое крыльцо, которое почему-то снесли. Крыша была крыта дранкой. А на крыше был очень красивый, кованый, такой гребешок тоже узорчатый. Это можно видеть на старых фотографиях. Вообще, какое было здесь великолепие. А гимназию построили, как я уже сказала, в 1909 году. В 1910 году здесь открылось, но еще пока что не гимназия, а училище, где обучались и мальчики, и девочки. Училище было трехразрядным, то есть здесь обучались три года. Но Ольга Николаевна, директор гимназии, она очень хотела развития в своем учебном заведении. И в 12-м году она подает прошение о том, чтобы ей разрешили сделать гимназию именно для мальчиков, мужскую. Ей разрешают. То есть с этого времени, с 12-го года набирать стали сюда только мальчиков. Уроки в гимназии проводились с 9 до 12 часов. Затем обеда, после домашние задания. Английский и немецкий преподавали носители языка. Лепку и металлопластику учитель из Строгановки. Гимназисты издавали рукописный журнал, ставили спектакли. Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. И девочки, и мальчики с успехом мастерили табуретки и скворечники. Большое внимание уделялось физическому здоровью и физической активности. И Ольга Николаевна Яковлева сама об этом пишет, что дети практически целый день на свежем воздухе. Они катались на лыжах. Они лепили из снега зимой крепости. Это было как занятие лепкой. Летом они разводили цветники и работали в оранжерее. То есть на этом делался акцент, как физическое развитие учеников. Образование было очень интересным. Оно было дорогим. Сюда приезжала только московская аристократия и интеллигенция. Мы можем назвать такие известные фамилии, которые здесь какое-то время учились. Это Сергей Сергеевич Волкинштейн. Это генерал известный. Нил Петрович Ремезов. Это известный советский почвовед, который, кстати, оставил воспоминания об этой гимназии. Гимназия была построена на перекрестке Голицынского и Княжеских проспектов. На старых планах это называется Центральная площадь. То есть это был такой центр Голицынского городка. А в свое время, когда это все здесь начиналось, дети говорили, что они живут в лесу. Потому что здесь действительно было чаще. Вокруг был березовый лес, роща. Домов было очень мало. Но поблизости располагались самые престижные дома. Вот прямо напротив, можно сказать, стоял особняк московского архитектора Павла Александровича Толстых. Это был его личный дом. Кстати, дети его ходили в эту гимназию. Чуть дальше располагался дом, тоже вилла, как они называли, Николая Ефимовича Кузнецова. Это такой крупный советский художник. Но, к сожалению, он такой не разрекламированный. Но, тем не менее, его картина есть во всех ведущих картинных галереях России, в том числе и Твертьюковской галереи. И он оставил, кстати, достаточно много полотен, посвященных нашему поселку. А чуть дальше, еще чуть-чуть подальше располагалась дача Федора Адамовича Корша, известного московского антрепренера, который здесь провел последние... Ну, он здесь жил с семьей и провел последние годы своей жизни. Вот перед смертью он был здесь. Директор школы Ольга Николаевна Яковлева приходилась дочерью знаменитому хирургу Склифосовскому. Профессор и председатель Русского хирургического общества скончался в 1904 году, за шесть лет до открытия гимназии. Ольга Николаевна была единственным ребенком профессора Николая Васильевича Склифосовского, кому удалось дожить до глубокой старости. Интерьеры гимназии, как мы видим, они не сохранились, к сожалению. Но любопытному посетителю он может заметить такую интересную особенность, как сохранившуюся плитку. Это метлахская плитка со времен Ольги Николаевны Яковлевой. Эта часть здания была построена в 1914 году. То есть этой плитке 104 года. Как мы видим, она в общем-то в хорошем состоянии, несмотря на то, что через нее пробежало тысячи-тысячи голицинских учеников. Потому что школа здесь располагалась до недавнего времени. Тем не менее, она прочная, она сохранила свой цвет практически везде, рисунок. Сколов, как мы видим, тоже мало. Сохранившаяся метлахская плитка – классический образец декоративного материала, который появился более 120 лет назад. Плитка из немецкого города Метлах была популярна благодаря своей красоте и безукоризненной прочности. Заводы по изготовлению подобного отделочного материала располагались и в России. Ее производили на Харьковском заводе барона Бергенгейма, на Варшавской фабрике Долгополова, а также в Санкт-Петербурге и Финляндии. Дело в том, что метлахская плитка – это небольшие такие квадратики. Они были совершенно разных орнаментов. Это позволяло создавать такие ковры, набирать абсолютно разные рисунки. Вот здесь мы видим такое интересное сочетание с маленькими крестиками по центру в соединительной части. Интересная такая змейка идет по краям, такой орнамент. То есть это просто способ обжига, очень прочный, именно с точки зрения сохранения своих цветовых качеств, плитка, сделанная на основе фарфора. Она в основном была в коридорах, а в классах был дощатый пол. Мы это видим на фотографиях. Удивительно, но несмотря на исторические перипетии, здание фактически сохранило свой облик. Перегородки здесь не сносились, а классы и помещения всего лишь обживались новыми постояльцами. В 1913 году было принято решение сделать пристройку. Ольга Николаевна Яковлева просит князя Дмитрия Борисовича Голицына выделить ей средства на пристройку гимназии, потому что у нее 50 учеников, много желающих, а больше она поместить просто не может. И вот эта часть и дальше была пристроена в 2014 году. Мы даже знаем фамилию архитектора Михайлов. Здесь располагался вход на первом этаже. Он впоследствии стал главным. Пристройка сделана также из пустотелых бетонных камней. И в 1917 году около уже 150 учеников обучалось в этой гимназии. Надо сказать, что здание практически виды не изменилось. И здесь в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь. Так как это здание очень ценно для жителей Голицына, через него прошли тысячи голицынцев, они помнят эту школу, любят ее, то мы решили заявить это здание как объект культурного наследия, чтобы на него распространялась охрана, как на другие памятники архитектуры. Заявка подана, мы ждем ответ из Министерства культуры Московской области. Будем надеяться на положительное решение, потому что, как мы видим, здание очень интересное, много сохранено, она в хорошем состоянии. К тому же здесь обучались такие известные люди. Сюда, кстати, ходил некоторое время сын Марины Цветаевой. Здесь учился Георгий Ефрон, когда Марина Цветаева жила в Голицыно. Это начало нашего путешествия по Голицыно с Марией Лобановой. Продолжение в следующем выпуске передачи «Про город». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова